Мысль о том, что музей необходим, меня регулярно посещает, когда я стою на стенде одной из наших выставок. У нас небольшая выставка, посвященная эволюции человека. Наши экспонаты привлекают посетителей, это в том числе дети, подростки, им хочется потрогать древний череп, сфотографироваться с ним. Но не все посетители доброжелательны. Например, молодая мать отдергивает девочку, которая потянулась к экспонату и обиженно говорит, а я не хочу происходить от тараканов. И я должен ее сразу успокоить, говорю ей, что тараканы нашими предками ни в коем случае не являются. А другой посетитель с вызовом заявляет, это вот вы произошли от обезьяны, а не я. Вы за себя отвечаете, и вообще никаких доказательств этому нету. Вот уже сто лет антропологи искали, искали, а вот это самое звено пресловутое между обезьяной и человеком так и не нашли. Что ответить такому недовольному посетителям? Давайте не торопиться, я приглашаю вас на небольшую экскурсию. Каждая из наших экспонатов – это история. Некоторые из этих историй грустные, некоторые почти детективные. Давайте вместе посмотрим, что на самом деле нашли антропологи. И первый номер нашей программы – это проконсул. Это маленькое существо, жило в Африке 18 миллионов лет назад. Проконсул известен антропологам уже более 100 лет. В руки специалистам попали многочисленные останки этих созданий. Как вы видите, в этом маленьком черепе не так много мозгов. Челокообразная обезьяна только очень древняя, но некоторые особенности строения зубов и другие детали этого черепа говорят специалистам о том, что, вероятно, от этого существа произошли все современные челкообразные, и в том числе и мы с вами. Проконсул жил на деревьях, ручки и ножки у него примерно одинаковой длины, и это полностью четвероногое существо. А вот спустя 10 миллионов лет в Африке жил сахилантроп. Это череп по прозвищу Тумай. Его нашли на территории республики Чад в 2002 году. Это тоже прямоходящая обезьяна. Обезьяна не проболтался, но прямоходящая. Вы меня спросите, откуда мы это знаем, потому что есть только череп. Но если мы посмотрим на него снизу, мы увидим большое затылочное отверстие. Это место, где череп соединяется с позвоночником, и у Тумая оно расположено по-человечески, а не по обезьяне. То есть оно смещено к центру основания черепа и обращено вниз. Это говорит о том, что это существо значительную часть времени проходило на двух ногах. Да, я забыл. Еще одна важная деталь. У этого черепа маленькие клыки. Вот если вы посмотрите на современную гориллу или шипанзе, если она вам улыбнется, вы увидите огромное клычище. Это орудие устрашения. То есть когда, например, два самца конфликтуют, они скалятся, показывают друг другу клыки, и тот, у кого клыки больше, тот и победил. А у тех приматов, ну вроде нас с вами, у которых клыки маленькие, у них все-таки вопросы решаются не только кулаками. И поскольку у Тумая клыки маленькие, то мы предполагаем, что это было такое достаточно доброжелательное существо, и он вместо того, чтобы драться со своими соплеменниками, объединялся с ними и шел в бой на какую-нибудь вражескую группировку. Проходит еще 2,5 миллиона лет, и мы встречаемся с Арди. Эта самочка прославилась на весь мир, когда ученые опубликовали данные о его скелете. Да, в данном случае речь идет о целом скелете. Это вообще уникальная удача, потому что обычно специалистам приходится довольствоваться фрагментами. Здесь же есть, помимо черепа, кости рук, ног, позвоночник, таз. И мы можем представить себе строение этого существа. Ардипитек значительную часть времени проводил на дереве, где питался плодами, но иногда ему нужно было спускаться. И вот по земле, между деревьями, он перемещался на двух ногах, выпрямившись, как мы с вами. Ну, надо сказать, что у Ардипитека руки еще довольно длинные, ноги относительно короткие, и в его облике много от обезьяны. А вот следующий наш герой уже уверенно зашагал по саванне. Возможно, вы слышали про Люси. Слышали? Это такая самочка, ее скелет нашли в 1774 году в Восточной Африке. А это ее братик. Дело в том, что с тех пор антропологи нашли сотни останков австралопитеков, в том числе вот этот череп мощного самца. Если бы путешественник во времени встретился с австралопитеком, он был, наверное, бы шокирован, потому что представьте себе человека с обезьяней головой. А они примерно так выглядели, то есть тело у них было уже скорее человеческим, нежели обезьянем. Особенно показателен таз Люси, который широкий, низкий и резко отличается от длинного и вытянутого узкого таза. Это шимпанзе. Но надо сказать, что руки у них еще были такие вполне древолазательные, с длинными и изогнутыми пальцами. И вот, кстати говоря, забавная деталь. Буквально только что ученые установили причину смерти Люси, они изучили внимательно этот скелет, и выяснили, что, вероятно, бедняжка разбилась, упав с дерева. И это такая символичная смерть для существа, появление которого связывает вот с тем, что наши предки спустились с деревьев на грешную землю. Но это все еще пока не люди. А где появляются люди? Ну вот они. Вот, познакомьтесь, это человек грузинский. Почему он так назван? Потому что этот череп найден на территории Грузии. Да, это не самый древний из известных людей, но это древнейший человек за пределами Африки. Ему миллион восемьсот тысяч лет. В Дмониси, в Грузии, под развалинами средневекового замка, нашли пять вот таких шикарно сохранившихся черепов. Это молодой человек, юноша. Юноша любил ковырять в зубах. У него тут остались между зубами такие бороздки. У него, видимо, зубы болели и шатались. Друзья, не ковыряйте в зубах. Ни к чему хорошему это не приведет. Но вы можете спросить, откуда мы знаем, что это человек? Конечно, мозг у него чуть больше, чем у австралопитека, но, конечно, в два раза меньше, чем у любого из вас. Но здесь появляется культура, здесь появляются орудия, которые изготовляли эти существа. Это такой чисто человеческий признак. И, во-вторых, среди этих пяти черепов был найден череп дряхлого старика. У него выпали все зубы при жизни. Но лунки от зубов заросли. То есть после того, как он лишился зубов, он продолжал жить длительное время. Это было бы невозможно без заботы о нем. То есть о нем заботились. И вот эта забота о старших, о стариках, это чисто человеческое свойство. И это значит, что вот эти существа налицо ужасные, но были добрые внутри. Проходит еще 300 тысяч лет, и мы встречаем человека работающего. Это еще одна знаменитость. Мальчик из Турканы. В Кении нашли его в 1984 году. И здесь опять редкая удача. В руки ученым попал практически целый скелет. И мы можем представить во всех подробностях, как было устроено тело древнего человека. Мальчик сильно болел, у него был больной позвоночник, он рано умер. Но благодаря мастерству нашего специалиста по компьютерной графике Сергея Кривоплясова, мы его оживили и отправили на охоту. Давайте посмотрим. Наш мальчик ожил и решил вступить в поединок с динатерием, с древним слоном. Мы, конечно, не знаем, что все происходило именно так. Понятно, что здесь такая фантазия. Но в руке у парня мы увидели копье деревянное. Это просто обструганная, обожженная на огне палка. Никаких каменных наконечников они еще в тени миллиона лет не знали после этого. Но вы видите, тело практически, как у нас с вами, длинные ноги. Он высокий, худощавый, он прекрасно бегал, был отличным охотником. Но при этом череп, обратите внимание, еще сохраняет много архаики. Мозг небольшой, челюсти и зубы очень крупные. Я хочу сказать, что вот это вы выделили сейчас впервые. Это фрагмент мультфильма, над которым работают наши друзья. Это наш такой волонтерский проект. Проходит еще всего лишь, наверное, миллион лет. И мозг у наших предков еще подрос. Это гейдельбергский человек, его европейская форма из Испании, из пещеры Сима де лос Уэсос. Эта пещера представляет собой такой глубокий каменный колодец, который был буквально завален останками древних людей. Там найдены десятки вот таких черепов, сотни костей. И ученые просто с ума сходили, обнаружив такой кладезь ископаемых, его активно изучают. Удалось выделить недавно ДНК из этих останков и показать, что это предки европейских неандертальцев. И это, кстати говоря, древнейшее захоронение. То есть, судя по всему, другие люди своих покойничков сбрасывали в эту шахту. Но недавно выяснилась даже некая криминальная деталь. На одном из таких черепов, обнаруженных в этой пещере, слева зияет два аккуратных и одинаковой формы пролома. И любой криминалист вам скажет, что это явно преднамеренное убийство. То есть, этого человека ударили в лоб твердым предметом дважды, видимо, камнем, и уже мертвого сбросили в колодец. Но, по крайней мере, его не съели. Следов каннибализма на этом черепе нет. А вот его сородич из Африки этой участи не избежал. Вот это вот африканский гидельбергский человек. Череп из Бода, Эфиопия. Посмотрите, какой он мощный. То есть, с одной стороны, мозг уже очень крупный, но и массивность потрясает, особенно надбровье. Оно, пожалуй, вообще крупнейшее из всех древних людей. Это был очень внушительный мужчина при жизни. Но его съели, тем не менее. То есть, тут есть характерные надрезки на височной кости и еще в других местах, которые говорят о том, что с него снимали скальп. Ну и посмотрим на его прямого потомка. Это не только его прямой потомок, это и древнейший представитель нашего вида, хомо сапиенс. И если вы сравните, вы увидите, что это вообще, они похожи как папа и сынок. Но здесь уже довольно высокий лоб, очень крупный мозг, но и все равно массивность тоже еще немаленькая. То есть, назвать его, этого человека, жившего 160 тысяч лет назад, назвать его хомо сапиенс еще можно с большой натяжкой. Его описали как ископаемый подвид, хомо сапиенс и далту. Ну и, наконец, мы подходим к дню сегодняшнему. Это уже наш современник. Хомо сапиенс, сапиенс. А на экране мы видим его реконструкцию, которая держит в руках другую реконструкцию. Про этого человека можно сказать немного, но за исключением того, что при жизни ему сломали нос. Но если забыть про этот сломанный нос, то этот череп может быть моим черепом. В принципе, примерно такой же у любого из сидящих в зале. Итак, я рассказал вам 10 историй. Как вы понимаете, это малая толика того, что известно науке. Но с одной стороны, с одного конца мы видим древнюю обезьяну, с другого конца наш с вами современник, а между ними практически непрерывный ряд звеньев. И, может быть, и говорить ничего не надо, достаточно вот это вот показать. Я начал с рассказа про недовольного посетителя. И вот когда я ему показал вот это, он буквально изменился в лице. Я не говорю, что я его переубедил, но он, по крайней мере, задумался и уже не говорил о том, что доказательств нет. Ведь почему мы сомневаемся? Почему мы не верим? Потому что у нас нет знаний. А если бы мы могли рассказать нашим детям про то, как ученые выясняют, какого цвета у неандертальцев были глаза, волосы, кожа, палеогенетика позволяет это делать? Если бы мы рассказали, как изучают состав зубного камня астралопитеков и узнают, что они питались злаками и даже древесной корой. Если бы мы рассказали, как ученые под микроскопом изучают микроостатки, прилипшие к древним каменным орудиям и узнают, на каких животных охотились люди 250 тысяч лет назад. Если бы мы знали, что, например, можно с сервера в интернете спокойно, свободно скачать 3D-модели останков недавно описанного вида древнего человека. Поражает объем накопленных знаний и потрясает изощренность современных методов. То есть, как много удалось найти ученым и как мало мы об этом знаем. А ведь наши предки – это не просто какие-то научные фактики, это часть мировоззрения. Можно жить иллюзиями, но иллюзия – это путь в тупик. То есть, происхождение человека – это важнейшая часть научной картины мира. Но наши дети этого знания лишены. А откуда им знать? В интернете мы видим большое количество сайтов откровенно лженаучного толка. Про телевизор я вообще молчу. Экспозиции столичных музеев, увы, достаточно скромны и устарели. Есть наша выставка, но это капля в море. Вот поэтому я считаю, что нам жизненно необходим новый небывалый музей – музей эволюции человека, посетители которого смогут увидеть, как менялся облик наших предков и, так сказать, смогут перенестись как бы на машине времени в прошлое и почувствовать себя настоящими исследователями, антропологами. У нас есть все интеллектуальные ресурсы, чтобы сделать подобный музей. У нас есть художники, которые оживят наших предков, есть ученые, которые проследят, чтобы это было научно достоверно. У нас есть опыт организации выставок. Остается один маленький вопрос. Вопрос денег. Но я оптимист, и я уверен, что этот вопрос мы как-нибудь решим. Друзья, я вас приглашаю в музей, которого еще нет, но который, я уверен, будет. Если хотите спорить – спорьте, потому что я думаю, что это не будет такая площадка, где нужно молча внимать экскурсоводу, это будет площадка, где мы вместе будем дискутировать, будем учиться, узнавать новое и удивляться. И я уверен, что этот музей меня будет удивлять так же, как и вас. Я приглашаю вас в музей. Спасибо. 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 Спасибо.